Как красиво птички поют за окном. Вам слышно или нет? Всем привет! Сделала паузу в своем дне. Я сегодня собираю чемоданы все, перебираю одежду, на следующей неделе улетаю в Россию. И вот что я хотела вам сказать. Благодаря интернету, социальным сетям, нам сейчас удается быть свидетелями того, сколько в этом мире разных людей, совершенно не похожих на всех, индивидуальных. Каждый самопроявляется. Это потрясающе. И как это вижу я, это дает нам возможность и право. Это как будто дает нам разрешение на то, чтобы и мы становились собой. То, что нам тоже можно, что в этом нет никакой опасности быть настоящими, проявляться. Но для того, чтобы начать реально проявляться и стать собой, жить свою жизнь, не стать как кто-то, как Настя, как Джулия, как еще кто-то, а стать собой, найти свою индивидуальность, для того, чтобы это произошло, вы должны из некоего мячика на футбольном поле стать игроком. Это мне вчера такая аналогия прям пришла, да? Смотрите, что такое мячик? Мячик – это тот, которого пинают туда-сюда. Один игрок другому игроку. Тот передал, тот пасанул, тот забил гол. И мячик при этом не имеет своей точки зрения, своего мнения. Мячик не является индивидуальностью. Он является пешкой, постоянной пешкой в чьей-то игре. Многие не хотят выходить из позиции мячика. Им классно. Они не берут ответственность на себя, за свою жизнь, за свои решения. Они не могут противостоять, да, мнению какому-то других людей. И дальше они, они просто боятся. И они такие раз и все, пинайте нас, говорите нам, что делать. Мы ничего не знаем в своей жизни. Мы будем постоянно бегать от одного игрока к другому, ждать, что они нам скажут. Да, это я сейчас про людей, которые постоянно бегают туда-сюда, туда-сюда. От одного учителя к другому, от одной айоваски к грибам, от одного гуру к другому, от одного психолога к другому. И это замкнутый круг. Это путь мячика, который себя никогда не осознает, потому что будут всегда игроки, которые им будут манипулировать. И вот так вот этот мячик от одного к другому пасовать и передавать, и забивать им гол. Казалось бы, все, ничего, ну ладно, ну я мячик, ну что, фигня, пусть меня все пинают. Так мячику в какой-то момент становится некомфортно больше быть мячиком, потому что в этом замкнутом кругу, где его по кругу передают, в прямом смысле, он вдруг такой, и что, и все, и вот эта жизнь о том, чтобы меня по кругу пинали. И вот здесь мячик, мячик должен взять ответственность на себя и принять решение выйти из этого круга пинания, собрать свою силу по кусочкам и вспомнить, что мячик-то вообще изначально рожден был игроком, а ему сказали, что он мячик, ему внушили, с детства внушали, ты мячик, ты мячик, ты мячик, слушай других, задавай вопросы, ты ничего не знаешь, у тебя недостаточно мудрости, у тебя недостаточно силы, ты никто, ты ничто, у тебя не получится. И все, и мячика запрограммировали, и он думает, что он мячик. Понимаете? Следуйте за мной. И мир так интересно устроен, что те самые игроки, в руки которых вы попадаете, которые играют вами, они в их интересах нет того, чтобы вас освободить. Ну, мало, честно, таких людей, потому что, ну, это их игра, им нужны эти мячики, им нужно постоянно с кем-то играться, понимаете? Они боятся, что если они вдруг вам скажут, что вы не мячик, вы игрок, то они лишатся клиентов, денег, славы, да? Вот. А я такой человек, я ломаю все шаблоны. Ну, у меня так заложено было матрицей, у меня очень сильная и свобода, и правда, и чувство равности, да? Потому что я вижу всех людей равными, как миллионера, биллионера, олигарха, так и санитара или уборщика улицы. Одинаковый потенциал есть у этих людей. Если они себя осознают. Так вот, когда приходят люди ко мне на личную работу, все мои курсы на этом построены, вы все знаете, все, кто их проходил и неоднократно, они построены не для того, чтобы вас держать на поле, а для того, чтобы дать вам хороший пинок в последний раз, чтобы вы очнулись, вспомнили, что вы не мячик, собрали свою силу, свою индивидуальность и перестали быть мячиком, бегать, бегать, бегать по кругу и задавать вопросы, ответы на которые уже есть только у вас внутри. Они есть у вас внутри. Понимаете? Но вы себе не доверяете, не верите, вы доверяете почему-то мнению другого человека. Хотя у другого человека совершенно свои проекции жизни, у него другой совершенно бэкграунд, у него совершенно другое детство было, у него даже состав крови, гормоны, гормональная система по-другому работает, абсолютно по-другому. И пока вы будете продолжать быть этим мячиком, вы никогда не выйдете из этого порочного круга, из этой матрицы, да? Вы всегда будете мячиком. Но это жалко и обидно, жизнь на это растрачивать, понимаете? Последний раз я была мячиком четыре года назад, причем до этого я уже не была мячиком, но тут у меня какое-то помутнение сознания случилось, я познакомилась с молодым человеком, уже как бы на пике всего, у меня начался уже свой бизнес, я уже создала курсы, у меня было планы ездить по всему миру, как спикер выступать, и тут матрица мне подбросила очередного игрока, все тело задрожало, сказала, нет, это не наше, нам это не надо, вот, потому что пришлось менять всю жизнь, пришлось менять место жительства, вообще все оставлять в Лос-Анджелесе, и уходить в далекое путешествие по странам на следующих два года, и вот что произошло, я вдруг решила переложить ответственность на другого человека, мне все внутри говорило, нет, тебе это не нужно, не твой человек, тело, даже панические атаки какие-то начинались, я такая, нет, это все мои тараканы, я просто вот боюсь, и я переложив ответственность, пошла к тарологу, у которых я не была уже много-много лет до этого, ничьими услугами не пользуюсь, ни астрологов, ни тарологов, вообще ничьими, и тут у меня колбасит, я, значит, своей подружке, она такая, хороший таролог, ну, в матрице, да, для тех, кому это нужно, селебрити всякие, все это всяким раскладывают, я ей такая, прихожу, говорю, слушай, у меня волнение, переживание, я вообще не знаю, сейчас такое решение глобальное нужно в жизни принимать, она раскладывает мне все как по маслу, Жулия, это твой человек, это твоя судьба, это твой следующий муж, у вас будет то-то-то-то-то-то-то, и, в общем, с такой вот легкой подачи своих карт или своей руки, она благословляет меня на самые адские, уф, самые жесткие опыты моей жизни, два прям таких опыта, я попалась в ловушку, в капкан, очень такого психопата с наркотическими расстройствами личности человека, конечно, сразу об этом не знала, первый год он играл, потом показал свое истинное лицо, и после этих отношений восстанавливался, приходило в себя еще два года, то есть четыре года, такой у меня был выпад вообще, как бы, со своего пути, из своей жизни, это последний раз, когда я была мячиком в чьей-то игре, мне хватило вообще вот так вот сполна, слава богу, в какой-то момент хватило осознанности, но я просто там умирала уже физически, у меня там все началось, разрушение изнутри полностью, до суицидальных мыслей, чего, в принципе, в жизни у меня такого не было никогда, у меня нету склонности к такой вот темной штуке, штуки, вот, и слава богу, я вышла из этих отношений, и результат того, что вы сейчас наблюдаете, вот ту самую Джулию, которую вы видите, яркую, красивую, смелую, сильную, да, она всегда внутри меня была, я не стала такой, это внутри всегда было, но я это подавляла, и скрывала в себе, потому что мне было где-то комфортно быть мячиком, да, а не игроком, потому что перекладывала ответственность, ответственность, не всегда, конечно, нет, в большинстве случаев сама брала ответственность на себя, ну, какие-то слепые зоны такие, где мне, видимо, еще было некомфортно, я давала вот такую вот слабину, слабинку, скажем так, я просто хочу, чтобы вы понимали, что та Джулия, которую видите, вы, я понимаю, как меня видят люди, мне это много лет назад и говорили, то есть, у меня очень сильная энергетика, вот в мое поле я захожу, куда бы я ни зашла, не видя даже, что это я, хоть ты мешок картофельный на меня одень, люди обернутся, они почувствуют, да, и глядя на меня, возможно, вы не поверите, да, ну, у нее так все классно, она же вообще красотка, и умная, и мудрая, и духовная, и вообще, ну, нет, ребят, у каждого как бы свои штуки, свои тараканы, у меня свои детские были программы, да, травмы, скажем так, благодаря которым, или вопреки которым, вот я сегодня такая, какая я есть, и я принимаю эти травмы и программы, потому что без них, я бы сейчас не могла быть здесь, вот такой сама собой, создавать все курсы, школы, и передавать эту энергию, эти знания вам, этого бы просто не произошло, ну, и итог мой такой, что когда я стала игроком в своей собственной жизни, изменилось в моей жизни абсолютно все, мое состояние, физическое, духовное, эмоциональное, ровный баланс, нету каких-то слез, истерик, страданий, их нету уже, вообще нету, да, то есть, я постоянно живу в моменте, я вижу картину мира, как что происходит, игру одного или другого человека, людей, которые хотят меня затащить в свою игру, мне неинтересно, там, я наигралась, наигралась, я уже здесь, здесь гораздо интереснее, здесь появляются новые люди, с новыми перспективами, которые смотрят на мир так же, как ты, да, ну, даже если разобрать по пирамиде масло, да, или по чакрам, даже по системе, это другой совершенно уровень развития, здесь гораздо интереснее, шире, здесь дышать легче, на этом уровне, здесь все по-другому, и на этом уровне происходит такое истинное взросление, то есть, ты должен обязательно пройти через этот балласт духовности, главное в нем не застрять, потому что это еще не предел, поверьте мне, все вот эти просветления, пробуждения, практики, это всего лишь этап, главное там не застрять, потому что, ну, это тоже болото, любой уровень, он болото, если ты оттуда дальше не идешь, потому что в какой-то момент мы наполняемся новыми знаниями, новой энергией, нужно расти дальше, в этом вообще вся смысл жизни, все растет, да, до какого-то определенного момента, все-все-все-все наполнилось, ауч, потом это превращается, возвращается обратно туда, куда, с чего это начиналось, поэтому главное не застревать в духовности, идти дальше, 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 и балансировать все, совмещать баланс, и материальное, духовное, это вообще, это секрет жизни, баланс, поэтому, поэтому, все, что я создаю в работе с людьми, для людей, это инструменты, которые не проецируют мое видение мира, да, это не подсказки, это не ответы на ваши вопросы, вот типа, возьмите книжку, вот это мои мысли, должно быть только так, или не иначе, я даю инструменты, мощные инструменты, через кундалини, через дыхательные, через то, что я придумала, моя собственная методика, инструменты, которые из мячика делают игрока, вы приходите к себе, пробуждаете свою силу, вспоминаете, в конце концов, кто вы есть, и становитесь собой, то есть я элементарно с всеми инструментами, которые я вам даю, забираю у вас костыли, показываю, что вы не инвалиды, вы можете сами смело идти по жизни, далеко, в общем, такая вот пауза, мне в моменте просто хотелось этим с вами поделиться, я думаю, что вы понимаете, о чем я, да, я уверена, что вы понимаете, иначе вас бы здесь не было, и это очень круто видеть, сколько мудрых и осознанных людей появляется в мире, это очень классно, потому что хочется жить в таком мире, в мире счастливых и здоровых людей, и новые поколения, которые сейчас рождаются, дети, которым уже 10 лет, да, например, они совершенно другие, они уже без травм, без программ, без тех, на которых росли мы, да, там, 80-е, 90-е, совершенно новое поколение, даже вчера Шарлот, это дочка моей подруги, с Шарлот я знакома с 2-х лет, сейчас ей уже 11, и она меня просто вчера довела до слез, в хорошем смысле этого слова, ребенок такой мудрый, у меня со взрослым окружением, нет таких разговоров, я вам клянусь, я просто у меня челюсть отвисла, я говорю, Шарлот, когда ты успела стать такой мудрой, и она мне тут выдала, она говорит, Джулия, это твой импакт, твое влияние на меня, за все эти годы, она говорит, я так выросла, благодаря тебе, и я просто заплакала, обняла ее, я даже, даже не думала об этом, представляете, какое влияние каждый день, мы на кого-то производим, на людей, которые смотрят на нас, и которые растут благодаря нам, это ответственность, и знаете, если мне, например, нужно будет завтра умереть, или прямо сейчас, я знаю, что моя жизнь не прошла даром, не просто так, потому что за свои 42 года, это не хвастовство, я об этом знаю, просто вам рассказываю, чтобы вы тоже могли это увидеть в своей жизни, за свои 42 года я повлияла на жизни многих людей, это просто классно, как бы я для этого живу, это классно, когда я могу вдохновлять, что-то делать, я уверена, если спросить у людей, прям будет список из огромного количества человек, и это круто, это бесценно, я уверена, такие люди есть и в вашей жизни, и ваша жизнь, не напрасно, я уверена, что вы также меняете жизни, напрямую или косвенно, других людей, кто-то это делает на глобальном, большом уровне, да, как Илон Маск, например, кто-то поменьше, кто-то еще меньше, не важно, здесь дело не в количестве, да, вы, может, и жизнь одного человека поменяли к лучшему, понимаете, и все это в копилку уже идет, поэтому не нужно сравнивать, нужно просто, нужно просто быть человеком, понимаете, человеком, обращать внимание на других людей, видеть их, в современном мире мало кто обращает внимание на других людей, я такой человек, который видит все, каждую деталь, человечек сделал, что-то положил, я благодарю, я вижу, я замечаю, иногда люди думают, нифига, как она это увидела, а я вижу и ценю труд каждого человека, каждой малейшей детали, понимаете, это важно увидеть и сказать об этом человеку, потому что именно так происходит взаимообмен энергии в этом мире, я много раз говорила, кстати, об этом никто не говорит, может быть, говорит, но я никогда не слышала нигде, даже с Шарлотт, вчера поделилась, она говорит, я такого ни разу нигде не слышала, я увидела, сама к этому пришла, как все работает, обмен энергии постоянно должен быть равноценным, иначе мы будем свой банк энергетически опустошать, или наоборот, нам кто-то дает, дает, мы берем, 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 а назад не отдаем, и все, это никуда не уходит, поэтому мы что-то сказали, сделали человеку приятно, он раз воодушевился, и он эту энергию отправил нам, понимаете, вы отдали из своего божественного сосуда ему, и тут же человек воспрянул духом, и он отдал это вам, так же, как и на концерте, я выкладывала видео, Kanye West, Риана фигачила, отдавала энергию, они сидели все такие, он их поднял, все, они начали танцевать, и они эту энергию сразу же в моменте возвернули, так что это такой очень мощный секрет, там сайт ключ жизни, взаимообмен энергии, я отключаюсь, я знаю, что я еще не ответила на несколько вопросиков ваших, но они такие прям глубокие, один вопрос был про Айаваску, это мне нужно прям хорошенечко сесть, либо записать текст, потому что, ну я просто так не буду говорить об этом, потому что это серьезная тема, вот, еще один вопрос был там про какие-то эмоции, отвечу постепенно, сегодня, завтра, все в моменте, благодарю вас за то, что вы здесь, такие осознанные люди, женщины, мужчины тоже смотрят меня до сих пор, с широкой душой, с огромным сердцем, и с интеллектом, это важно, я вас люблю.